всем привет дорогие друзья ну что у нас сегодня последний день в титан селект и едем мы в следующий отель в анталию в общем стали собираться с оксаной и поняли что это катастрофа это просто катастрофа катастроф потому что у нас огромное количество пакетов которые никуда не помещаются чемоданы битком забиты в общем пришлось нам купить здесь очередной чемодан вот такой вот большой чемодан на пяти колесах мы купили он конечно среднего качества не знаю насколько долго он прослужит принципе у меня дома есть у оксана дома еще больше чемодана но мы как-то не дуне не рассчитали что отсюда придется возвращаться таким количеством вещей поэтому решили этот чемодан подарить маме и как раз нужен чемодан когда приедем уехать не можем сейчас времени уже 12 час нам нужно в 12 освободить номер мы в магазине но я говорю уже купили большую чемодан но мы все равно не можем расстаться с этими вещами оксана стоит там расплачивается срочно ей нужно было еще вот здесь кое-что купить я себе тоже сейчас куплю дорогие друзья кто просил отзывы по отелю мы здесь познакомились большим количеством людей к нам присоединился александр он приехал из санкт-петербурга и находится в отеле уже два дня сейчас мы у него спросим второй сегодня день он первый раз летел на самолете каковы его впечатления как он сюда прилетел и вообще как ему нравится отель не в общем знакомьтесь александр нет первый раз на самолете ощущения необычные необычные но какой-то страх присутствовал или нет нет а сидели возле окошка то есть не видели взлета самого взлета то есть понятно было у меня ваня никогда не чувствует когда там самолет взлетел или нет ну вот в отеле небольшое было ощущение неприятно когда послужишь тюрецкой земле то есть толчок такой сильный толчок то есть сели все уже а почему раньше не летали не было желания ну на нашем юге наверное отдыхали то есть нельзя было наверно выезжать за границу потому что много есть вот здесь людей жены отдыхают они говорят мужьям нельзя не выпускают там военные мужья или еще что просто нельзя выехать они едут одни вот женщины осуждают что одни едут а муж не может поехать потому что его не выпускают ну что женщине не думайте ночью скажу вам больше я уже скачил спина в полице полгода то есть я не понимаю ничего за 10 лет только под этой как бы величине самое интересное после того когда я приеду нужно написать отчет что вы были за границей во вражеской стране встречался с кем встречался кого увидел что и как ну и впечатление самое главное об отеле титан селек то есть как бы ну вот многие спрашивают как бы не помрем от голода здесь нет от голода точно не помню но кстати александр мало кушает мы взяли как показалось первые 20 порции гораздо больше ну советуете вот нашим допустим согражданам вот такую бюджетная бюджетная пятерка это абсолютно абсолютно так что вот если кто-то сомневается и тоже ни разу не было в турции то можете спокойно ехать в этот отель голодными не останетесь постараемся пожелать александр отличного отдыха да что мы сегодня уезжаем но мы то тоже отдыхать но мы то еще отдыхать да поэтому чтобы ваше впечатление ничего не испортило чтобы стояла отличная солнечная погода и чтобы всегда был свободный стул да и чтобы вы познакомились с хорошей компанией людей ну кстати насчет компании кто боится ехать один вы уже познакомились с кем-то здесь да то есть уже не один правда быстро быстро да то есть здесь проблем нет познакомиться если вы общительный человек переведали очень много то есть всегда найдете себе компанию а если вы хотите просто релакса тоже будьте одни никто не навязывается это та страна куда можно ехать одному смело спокойно абсолютно спокойно жалко уезжать сил нет ваня уже не жалко смотрите довольно счастливо скачет у нас приехала за нами вот такая вот машина в общем я так чувствую что наш многочисленный салон туда салон на сумку уже не поместится в общем смотрите три три чемодана еще детский чемодан спасибо большое у вани детский чемодан у меня еще вот этот вот рюкзак и в общем еще у меня еще и висит другой рюкзак но здесь хорошо хоть да спасибо не знаю спасибо в общем вот такой вот салон здесь смотрите автомобиля вообще шикарно в общем сейчас немножечко расскажу вам да вроде ничего не самое самое главное документы есть деньги есть паспорта есть три паспорта три паспорта самое главное телефон паспорта телефон паспорт камера едем в роял сегинус машина большая не знаю должен быть еще вроде бы этот вай-фай очень смотрите мы здесь интересовались обычным желтым такси который здесь ездит стоит 100 долларов в отеле трансфер тоже обычная машина стоит 100 евро до анталии доллара вот эта машина так у нас все-таки наши знакомые работают турагентстве мы попросили из москвы заказать нам трансфер отсюда из этого отеля до нашего отеля в гаре и получилось три с половиной тысячи рублей 6 тысяч 100 долларов это 6 600 а здесь три с половиной тысячи то есть я не знаю как это происходит что это происходит но вот как то таким образом получается вот ну надеюсь на хорошее впечатление об этом об этом отеле остались только хорошее впечатление я подходила к очень многим отдыхающим и спрашивала их отношения никто не было в каком-то негодовании либо еще что-то там что чего-то не хватило конечно вот с маленькими совсем маленькими детьми мне кажется ехать не стоит потому что кашек нет супчиков как таковых нет один суп и он обычно такой какой-нибудь ну то есть не все дети такой будут есть то есть куриного допустим бульона здесь нет а на микроволновке я тоже не видела чтобы подогреть что-то там блендеров либо еще что-то но вот с детьми постарше принципе уже можете спокойно ехать но уж если без детей то сам бухлили то есть это такой вот не не совсем для деток мы проезжаем вот сейчас все местные отели которые рядом с нами находится хидеев с нами royal garden с нами вот это хамам не ходите ни в коем случае это жуть просто не хамам у оксана обзор будет там 25 человек выложила уже 25 человек на место это кошмар какой-то вот это не знаю что за отель с такими красивыми ангелочками не знаю что доехали мы до нашего доехали мы до нашего большого отеля так здорово когда ты не прилетаешь самолета ваня сейчас нам поможет мы с вами заходим в холл отеля слушайте здесь город в городе обаудеть это обаудеть просто понимаете здесь очень большое пространство и вот это я понимаю приветственные напитки здесь уже стоят бутылка шампанского конфетки тебя встречают лимонад фруктовый другой фруктовый лимонад то есть вот таким вот образом включая встречают в отелях где супер все включать так ты наливай вот тебе бутылку сам а как тебе еще и наливать должны а пойдемте заселяться а где наши чемоданы так здесь видимо был заезд понимаете вот это очень очень крупный большой отель и и здесь конечно совсем все пока что мы в шоке потому что отель масштабами ресепшен большого никто не понимает по-русски все сотрудники англоязычных лифтов получается в разные стороны отель очень большой и и в связи с этим неразбериха на ресепшене то есть сказали интернет только через час подключится это вообще я в шоке такого нигде не видела что вот так вот сразу обычно приезжаешь подключается вай фай работает мы посмотрим потом как будет на территории работать нам дали комнату на четвертом этаже носильщики сказали что сейчас привезут багаж я ванин то ощущение ну да корабль напоминает напоминает корабль по внешнему виду да вот 1401 1432 здесь знаете как в таких отелях главное не заплутать но здесь кстати тоже смотрите такая же система вот уборки видите кнопочку нажал убрать не убрать умирать удобно сейчас посмотрим что будет из себя представлять у нас вставляйте сразу карточку чтобы свет был prosper у у у у у Давайте снимем, давайте снимем наши. Зачем нам так много? Смотрите, какая здесь прихожая. Вот это да. Прихожая большая, смотрите. Да зачем, Ваня? Ну, сними ботинки. А вешалок-то нет. Шкаф большой, а вешалок-то нет. Тапочек, всего лишь два комплекта тапочек. А здесь что такое? Здесь, походу, кто-то что-то забыл, или это халат, что ли? Ваня, не надо здесь, я не буду ходить по грязному полу без тапочек. Ну, вы сняли, молодцы. Есть сейф здесь, есть зеркало вот такое. А здесь как будто бы дверь за зеркалом. Так. Так, мам, мальчик, а суть, а суть, а суть, а суть, а суть. А суть, а суть. Номер это вообще просто бомбический. А это что? Бомбический номер. Это большая ванна. Такой номер у нас не было еще, знаете, ни разу такого номера в жизни у нас не было в принципе. Это туалет, а тело. Это туалет, это туалет, это, представляете, знаете что? Да здесь можно сидеть. Это сауна, Вань. Это душ вместе с сауной. Ну, я не знаю, будет это работать все, надеюсь, что будет работать, но я такое вообще вижу впервые. Наконец-таки у нас есть хоть какие-то тут шампунчики, боди и лосьончики. В том отеле у нас ничего не было, мыло, ватные палочки. В общем, места много, места очень много. Раковина, два стаканчика. Полотенце, только вот что-то с полотенцем, по-моему, недобор. Один, два, три, четыре. Вот с полотенцем что-то какая-то прям засада везде. Четыре полотенца на строй, должно быть как минимум шесть. А, пардон, извиняюсь. Пять, шесть с разных сторон. Во всяком случае, здесь не будет вот это все течь на пол, как у нас стекло. Но, знаете, в этой комнате, по идее, можно жить. Она очень-очень большая. О, вообще, представьте, вот это вот коридор целый, огромный. Здесь, наверное, может подсветка какая-то работает. Оксана, о, наконец-то у нас хоть... О, Оксана, кашель, легкий спортивный кашель. Наконец-то у нас две кровати, а то с Оксаной замучились спать втроем на одной кровати. В общем, мы в шоке, на самом деле. Бог с ним с ресепшеном, с интернетом. Есть чайник, есть чай, есть кофе, есть вода. Холодильник. В холодильнике полно все, потому что здесь ультра все включено, и вот это все можно пить. Телевизор. Мое рабочее место. Мам, и мое. Это мое будет. И мое иногда будет. Это мое рабочее место. И мое иногда будет. Три тумбочки, смотрите, три тумбочки здесь. Да, мам, ты просто еще не видела, что в бассейн, а там звезды. Сейчас посмотрим, все. Конечно, здесь, если один раз в году ездишь, то в такой отель приехать, это за счастье, я считаю. Я смотрю, ты съела здесь. Смотрите, какие светильники. Ну, больше всего мне нравятся вот такие вот зеркала, везде ходишь, на себя любуешься, смотришь. Бассейн. Может, и я тоже сниму. Бассейн, три. Можно и я тоже сниму. Вань, да сними, ради бога. Горки работают, но, видимо, бассейн холодный. Людей мало на горках. Представляете? Здесь, в принципе, четвертый этаж, это довольно-таки высоко. Но до моря нам опять идти через соседний отель. То есть, получается, у нас все равно не первая линия. Все равно нам вот через этот отель, через эту территорию идти. Ну, в общем-то, это мы сейчас с вами все узнаем, все посмотрим. Это такие, знаете, как первые впечатления снимаем вместе с Оксаной, потому что, ну, в шоке находишься, потому что ни разу в таких отелях такого уровня не было. Но вот в связи с тем, что много очень людей, то получается, видите, немножко небольшая неразбериха внизу. Ну, это вот, я не могу дать, я лягу в эти подушки. А вы говорите шоппинг. Из такого отеля вообще выходить никуда не охота. Мы шоппинг в Варане 20 дней, все. Сюда приехали чисто лежать возле бассейна, возле моря, на пирсе. Не знаю, где угодно, но, в общем, чисто-чисто отдыхать. Я вообще в шоке просто нахожусь. Мы в шоке все находимся, потому что у нас такого не было никогда. Так вот такое, 63 метра номер. Ну, нам что-то стульчиков не хватает. Мне тоже вот, мне же надо рабочее место здесь. Ну, здрасте, на два. Нет, в общем, сейчас подеремся, сейчас все втроем подеремся за один стул. Нет, я сюда сейчас стул с балкона принесу и буду, или вот здесь диванчик сейчас подвинем сюда. У меня тут будет мое рабочее место законно. Ну, у тебя вот половина и у меня половина. Чуть ли не разодрались тоже. А вот моя будет половина. Кто первый в сауну? В сауну кто первый? Представляете, в номере сауна. Это же вообще просто фантастика. Я хочу уже ее попробовать. Потом вам расскажу все свои впечатления, что, как. Здесь, смотрите, два сиденья. Можно вместе с Паней здесь сидеть. Настоящий такой спа считать. В общем, дорогие друзья, это были первые впечатления об отеле. Территория огромная. Ходить не переходить, снимать не переснимать. Надеюсь, точно так же будем выходить в эфир, если будет хороший интернет. Потому что пока что интернета нет. Ну, начинаем разбирать все свои чемоданы. Всем огромное спасибо, что вы были с нами. А, чемоданы. Чемоданы еще не принесли. Что разбирать-то? Чемоданы еще не донесли. Ну, а всем большое спасибо, что вы были с нами, что посмотрели это видео. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Смотрите, пока нас не было, нам принесли в номер презент фрукты, вино. Еще бы микроволновка была, вода подогреть бы никак не сделать. Это Мардан Палас, как раз таки, который выкупил Титаник. То, что мне сейчас вот рассказывали. Вот этот богатый отель, который принадлежал бывшему владельцу черкизевского рынка. Вот он выводит, видите, весь действительно в позаводь. Вот, что он должен открыться. Но пока что я смотрю, он еще... Жми на поло, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Мы даже не знакомы, просто жми на поло, поло. Жми на поло.